Шумратану Вечки и Ксенгат. Я вас приветствую во второй части своего видеокурса по эрзианскому языку. Как вы помните, в прошлом уроке мы с вами начали знакомиться с эрзианским народом, с его происхождением, а также с основными столпами, на которых держится эрзианская культура. Помимо этого, мы с вами рассмотрели личные местоимения, а также спряжение глагола в настоящем времени. В этом же уроке мы с вами будем уже непосредственно заниматься языком. Культурная часть тоже в конце будет, но в основном мы сегодня будем рассматривать именительный падеж, а также определенность-неопределенность. Поехали! Итак, давайте для начала рассмотрим некоторые очень важные глаголы. Вот они на доске. С некоторыми из них мы будем дальше оперировать в течение этого урока и следующих уроков также. Значит, первый глагол «неемс». Это означает «видеть». Здесь на самом деле стоит произносить им как «неемс», но, в принципе, если вы произнесете как «неемс», ошибки здесь не будет. Дальше глагол «аштемс». Он означает «стоять». Дальше глагол «теемс» – «делать». Те, кто интересуется финским языком, они могут, в принципе, заметить, что вот эта вот основа «тее», она очень похожа на финское слово «тюэ». «Тюэта» – «делать». Дальше «маримс» – «слышать». Дальше слово «куцумумс» – «слушать». «Максомс» – «давать». «Саемс» – «брать». И «чарпудемс» – «понимать». Надо сказать, что инфинитив не всегда может принимать такую форму красивую. «Емс», «амс», «омс». В некоторых диалектах, например, в диалекте поселка Степная Шантала, инфинитив имеет вот такую форму. И, соответственно, вот это слово будет там выглядеть как «саймекс». Не «саемс», а «саймекс». Эта информация взята из словаря «пасамина». Давайте также рассмотрим несколько прилагательных. Каких-либо способов выделить прилагательность среди других частей речи не существует. И, на самом деле, в азиатском языке прилагательные, существительные и глаголы, в частности, они все друг за друга лихо перекручиваются. И, например, глагол может внезапно стать существительным, существительное может стать прилагательным и так далее. Ну и давайте рассмотрим некоторые из них, самые основные. Итак, друзья, давайте теперь приступим к изучению названий родственников на альзиатском языке. Я думаю, это будет ваш любимый раздел альзианского языка, поскольку вы сейчас увидите, насколько необычным может показаться русский язык для носителя альзианского. Так и альзианский язык может показаться необычным для носителя русского. Поехали! Итак, первое слово, которое мы рассмотрим, это слово «раскин». Означает оно «народ и нация». Ну и, соответственно, как же сказать «эрзианский народ»? «эрзианский народ» по-эрзиански будет «эрзянь-раскин». Дальше два слова «буе» и «буераскин». Это «род и племя». Ну то есть оба эти слова означают и «род и племя». Дальше следующее слово «кудураскин». Это означает «семья». Оно состоит, в частности, из слова «кудо», вот он, который означает «домом». Я его специально выписал. И «раскин», который означает «народом». То есть «народ дома». И дальше у нас есть слово «тетя», которое означает «отец». Итак, внимание! Правило! Запомните! Никогда не говорите при «эрзианах» слово на букву «п». Иначе вы будете опозорены капитально. Особенно, кстати, касается местных предприятий, которые на месте степарк размещают свою рекламу, чем вызывает у меня приступ безудержного хохота. Но вот мы, собственно, с вами увидели, в чем русский язык может показаться забавным для носителей ирзианского языка. Итак, следующее слово «ава». Оно означает два значения «женщина» и «мать». Ну и следующее слово «сёра». Оно означает два значения «парень» и «сын». Кроме того, у нас к этому слову могут ставиться уменьшительно воскательные суффиксы. И вот два примера. Это «теронька» и «терне». Обратите внимание, этот суффикс «ка» он кажется каким-то уж больно русским, как будто бы он из русского языка пришел. Но на самом деле этот суффикс имеет древнеуральское происхождение, и он встречается как в финском, так и в селькубском языке, и вообще много где. Но даже, несмотря на то, что этот суффикс очень древний, более употребительным считается вот этот суффикс «не». Соответственно, «теронька» и «терне» означают «мальчик-сынок». То есть на такой же логике идет изменение слова «тетель» – «девушка» и «дочь» – два значения. Соответственно, «тетелька» и «тетельне» – это, соответственно, «девочка» и «доченька». Далее смотрим следующие слова. «Аля» означает «мужчина». Кстати, если вы хотите сказать человеку, что он молодец, то есть типа «молодец, умница», то вы можете сказать ему «аля». Далее два слова. «Эй какш» и «тяка». Эти два слова означают «ребенок». Но помимо них также существуют еще более древние слова. Давайте их рассмотрим. Это у нас слово «какш». То есть «эй, убираем», у нас остается просто «какш». «Какш» – это также «ребенок», и вы это слово можете встретить в фольклоре. И, кроме того, есть еще одно слово. Оно будет звучать как «кака». Так вот, это слово как раз-таки идет от слова «кака» – «ребенок». И вот мы увидели опять, что в азианском языке также существуют слова, которые могут выглядеть очень необычно для русскоязычного слушателя. Но на самом деле эти слова, которые я еще с вами перечислил, их уже никто не использует. Обычно сейчас спорят «эй какш» и «тяка». Далее. Слово «леля» означает, во-первых, старшего брата, во-вторых – дядя. «Ялакс» – это младший брат, «Сазор» – это младшая сестра, «патя» – это старшая сестра и тетя. Далее. Слово «сырка» и «баба» – это означает «бабушка». Но чаще употребляется именно слово «баба». «Сырка» – оно в таком форме, но редко употребляется. Дальше. «Покшава» – это у нас «старуха». Ну, в принципе, в некоторых диалектах оно может значить и «бабушку». И далее. «Покштя», «атя» и «бодя» – это означает «бабушка». «Дедушка». Причем «покштя» – оно также означает просто «старого человека». Впрочем, «атя» – оно означает «старейшину». Кроме того, если вам надо обратиться, вы в конце добавляете звук «е». То есть, допустим, вы берете слово «тетя». А если вы хотите обратиться, допустим, «отец», то говорите «тетяй». То же самое. «Сыркай» – «бабушка». Если вы хотите позвать мать, вы можете сказать «авакай». Это означает «мама». В частности, по-аризианскому языку очень распространено такое выражение, как «вай-вай-авакай», типа «ой-ой-ой, мамочки». И вот эта вот частица «к», она также является деминутивной. Как и здесь. Итак, друзья, теперь главное блюдо нашего всего урока – это именительный падеж. По-аризиански это будет звучать как «леми неути». Именительный падеж отвечает на вопросы «кия» – «кто?» и «мези» – «что?». И иногда в диалектах может встречаться, например, такая форма – «мяя». Причем, например, в тубинском диалекте она читается именем как «мяя» через «э». Ключевым понятием для понимания арзианского языка является концепция определенности. Она проходит ничью через весь арзианский язык, и мы все время будем к этому вопросу возвращаться. И давайте рассмотрим самый простой пример – это как оно проявляется в уменительном падеже. Итак, если мы говорим о каком-то доме, который мы раньше не упоминали, или который неизвестен нам, то есть, например, он впервые не появляется, то мы говорим «кудо» без никаких окончаний. Но если мы этот дом уже упоминали, и мы о нем говорили уже, либо «дом нам известен», то мы говорим формул «кудось». И если мы говорим во множественном числе, то, соответственно, у нас получается не определенная форма – это «кудут», а определенная форма обретает суффикс «тне». В некоторых случаях он может обретать суффикс «тне». А сейчас мы с вами немножко переместимся в другую тему под названием «Указательное местоимение», потому что эта тема нам сейчас прямо и понадобится. Итак, друзья, поскольку мы с вами уже рассмотрели множественное число, давайте теперь рассмотрим такую тему, как «Указательное местоимение». Казалось бы, ничего сложного здесь нет. Тот, этот, те, эти. Но в арзианском языке на самом деле все гораздо хитрее. И давайте мы сейчас с вами рассмотрим этот вопрос. Итак, это я. Да, именно так я буду выглядеть, если я сниму шахту, но снимать ее не буду. Значит, если мы взглянем на дом, который ближе к нам, то про него мы скажем «Те, кудось» – этот дом. Казалось бы, покажу все просто. Если мы взглянем на дом, который более тайный, про него мы скажем «Те, кудось». Также про него можно сказать, что это «То, на кудось». Оба слова означают «Тот дом». Но есть одна очень важная разница. Если мы начинаем перечислять, допустим, этот дом, тот дом и вот тот дом, то мы будем говорить «Этот дом – те, кудось». Дом, который тот – это «се, кудось». А третий дом, который вот тот дом – это «то, на кудось». Но на этом весь прикол не заканчивается. Давайте теперь посмотрим на множественные указатели местоимения, например, «Те, эти». Ну, смотрим. Вот у нас есть здесь два дома. Они тоже близки достаточно ко мне. То есть они как бы «Этот – те, кудось» и «Этот – те, кудось». И вместе это «Неть – кудось». «Неть» – это «Эти». Тоже, покажем все очень просто. Если мы смотрим на эти два дома, это «Этот – ся, кудось» и «Этот – ся, кудось». И вместе это все «Сеть – кудось». Но если мы говорим о других домах, которые вообще к этим не имеют никакого отношения, то есть это вообще другие дома, то у нас появляется новое местоимение «Нонат», «Нонат – кудось». «Нонат – кудось». Это совсем другие дома. В принципе, если у вас какой-то один дом, вообще другой, вы можете сказать «Нонат – кудось», «НО». Такая форма практически неупотребительна. Итак, вернемся к нашей основной теме именительного падежа. И рассмотрим теперь примеры. Поскольку мы знаем теперь указательное местоимение, мы можем совершенно спокойно их рассмотреть. Итак, не я, а жди кудо. Как это переводится? Я вижу, стоит дом. Не я, а жди кудо. То есть не я. Вспоминаем глагол «неемс», вспоминаем его в настоящем времени, у нас получается слово «не я», «я вижу». Объекта никакого нет, поэтому мы просто говорим «я вижу», «не я». «А жди кудо». Ну, то есть «до» стоит. Но если мы начинаем дальше упоминать, что у нас получается? «не я», а жди кудо. Те кудось – мазы. Мы видим, здесь уже появляется этот суффикс. Те кудось – мазы. Если же мы говорим о множественном числе, то у нас получается, соответственно, «не я», а жди кудось – мазыть. Причем, обратите внимание, к прилагательному у нас присоединяется суффикс «неопределенный». То есть к существителям «определенный» – кудотне, а «мазыть» у нас уже неопределенный. То есть у нас получается не сеть кудоть – мазыть не, а сеть кудоть – мазыть. Запомните, это очень важно. И да, здесь я написал эти, потому что мы в русском языке можем даже по поводу тех домов сказать, что эти дома. Но в русском языке мы будем говорить именно «сеть», то есть «те дома». На самом деле это не единственный случай, когда мы будем употреблять форму именительного падежа. Я не говорю именительный падеж, а говорю именно форму именительного падежа, потому что в некоторых случаях там, где, по идее, должен быть неименительный, а, например, именительный падеж, все равно мы увидим эту форму. Но это мы изучим уже далее. Далее рассмотрим еще некоторые слова, которые нам вскоре пригодятся. То слово – там. Теса – здесь. Вы видите вот эти суффиксы? Что-то они, видимо, означают. Те, кто изучает финский язык, догадываются. Но мы сами рассмотрим это только через несколько уроков. Истя – так, такой. Дело в том, что это слово тоже может путаться с другим еще словом. Истя, но. Но это мы также расскажем позже. Эно – это означает «же». И два вот этих слова также используются в значении «да». То есть, например, кто-то там что-то говорит, вы хотите подтвердить, говорите «да». Истя или но. Оба варианта нормальны. И следующее слово – это «арась». Нет. Итак, друзья, теперь рассмотрим спряжение глаголов в прошедшем времени. Спряжение глаголов в настоящем времени мы уже рассмотрели с вами на прошлом уроке. И в этом уроке давайте мы рассмотрим теперь, как спрягать глагол «маяс» – «слышать», «чувствовать». Итак, начнем. Я слышал. Мари. Я слышал. Видим здесь окончание «инь». Если у нас в настоящем времени. Ян – «марян», то здесь «мари». Дальше. «Морят» – это «ты слышишь», а «ты слышал» – «морить». Надо сказать очень важный момент, что это слышал вот недавно условно. То есть, если слышал когда-то давно, это другая форма, мы о ней также будем говорить гораздо позже. Дальше. В настоящем времени – «мари», в прошедшем времени – «марясь». Видим здесь окончание «язь». Дальше. В настоящем времени – «марятану», в прошедшем – «маринник», мы слышали. Дальше. В настоящем времени – «марятану», в прошедшем времени – «маринг», вы слышали. Дальше. Марясть. Они слышали. Видите, окончание сте. Ну и рассмотрим еще один пример. Кунцулумс. Слушать. Это не то самое, что есть слышать. Это слышать, а это слушать. Кунцулумс. Итак. Кунцулумс. Я слушал. Кунцулумс. Ты слушал. Кунцулумс. Он слушал. Кунцулумс. Мы слушали. Кунцулумс. Вы слушали. И кунцулумс. Они слушали. Как мы видим, вот эта форма «ты слышал» и вот эта форма «они слышат», они идентичны. Как же понять, какая форма у нас употребляется? Это очень просто, из контекста. Если мы, например, говорим «тон марить», это сразу понятно, что это в прошедшее время. Если мы говорим «сы марить», то это означает, что это настоящее время. Но, в принципе, это больше понятно из контекста, что мы имеем в виду. Дальше еще одна вещь. «Маря» означает «я слышу», а как же сказать «я не слышу». Для этого у нас существует отдельная частица «а», «мон», «а», «маря». Но это настоящее время, а как же сказать, в прошедшем времени. А для прошедшего времени у нас есть специальная частица «эйзи», которую мы дальше спрягаем по всем лицам. И, между прочим, эта частица, она очень древняя, ее уже не сохранилась в финском языке, зато она сохранилась в азианском, поэтому это очень архаическая черта. Итак, давайте смотреть. «Эйзи́нь», «маря», «я не слышал». Видите, здесь тот же самый суффикс «инь». «Эйзи́ть», «маря», «ты не слышал». Обратите внимание, мы все гласные произносим «эйзинь», «эйзить маря». Не «эйзить маря», «эйзить маря». Дальше. «Эйзь маря». Обратите внимание, мы опять не произносим как «эйзь маря». Мы все согласные также произносим, как они написаны. То есть «эйзь маря». Не «эйзь маря», а «эйзь маря». Дальше. «Эйзинг маря». Мы не слышали. «Эйзинг маря». Вы не слышали. И «эйзь маря». Они не слышали. Итак, друзья, я предлагаю внимательно рассмотреть такую тему, как негативные частицы. Как вы уже могли убедиться, в варезианском языке достаточно много таких частиц. И давайте теперь оставимся в точке над «и». Когда употреблять «а» и когда «эйзь», мы уже выяснили. Но у нас остались такие частицы, как «арась» и «ауль». В чем же разница? Разница в том, что «ауль» у нас используется как условное отрицание. В то время как «арась» означает физическое отсутствие чего-либо, где-либо. Давайте рассмотрим примеры. «Сеть тюратне окш». Эти парни большие. А как же надо сделать отрицание к слову «большие», то есть отрицание прилагательного? Очень просто. «Сеть тюратне», «ауль окш». Эти парни большие. Вообще говоря, вы можете заметить, что слово «ауль» на что-то очень похоже. «Аули». И действительно, это слово имеет именно такое происхождение. Оно идет от фразы «аули», типа «не есть». И, наконец, рассмотрим пример, который наиболее ярко вам покажет, на чего эта частица нужна. Итак, «ти аоль тетера» – это не девушка, это парень. Вы видите, это условное отрицание. То есть у нас есть условие. Это девушка или не девушка? Нет, это не девушка, это парень. То есть это у нас условное отрицание. Следующий пример. «Те кудось берянь», «аульн», «те кудось паро». Причем, обратите внимание, как я произнес, «те кудось берянь», то есть на вопросительных предложениях мы делаем тонацию вверх. Это очень важно, запомните это, пожалуйста. Значит, «аульн», «те кудось паро». Нет, это дом хороший. То есть, опять же, у нас «те кудось берянь» или «не берянь», у нас получается «те кудось паро», значит «аульн». Дальше, когда же нам надо употреблять слово «арась»? В том случае, если у нас чего-то где-то физически просто нет. Например, «то су кудо арась», там нет дома. То есть давайте сравним теперь с этим предложением. «Се тюратни», «аульн», «покш». То есть мы не можем сказать, что «покш», то есть «большой» где-то есть. «Большой» – это как бы характеристика сравнительная. Или, например, здесь. «Тяульн», «те кудось», «те тюрат». То есть мы не говорим, что «девушки нету здесь конкретно». Мы говорим, что тот, кто здесь есть, действительно кто-то есть, но это не девушка, это парень. Итак, друзья, сейчас я вам немножко расскажу про эльзианскую государственность, а также немного про средневековую историю эльзиан. Мало кому известно, что уже в XIII веке по эльзиану было свое собственное государство, которое называлось Эльзи-Мастор. Возглавлял это государство правитель, титул которого по-эльзиански назывался «Инязор», что переводится как «Великий вождь». И до нас даже дошло имя одного из таких вождей – Пулгаз, который правил эльзианами в XIII веке. В XIII веке Эльзи-Мастор, вопреки распространенному мнению, была достаточно развитым государством в своей эпохе. В частности, об этом можно судить о развитии металлургии. Помимо этого, статьями экономики эльзи Мастор и Великой Зеледели и Экспорт Мехов. Главным союзником эльзиан была, конечно, Волжская Булгария. Какие же отношения были у эльзиан с макшанами? На самом деле, далеко не безуличными. Дело в том, что эльзиане и макшане изначально очень сильно дружили, торговали, кооперировались, но потом они разругались и потом и вовсе повоевали. И, в частности, Фургас как раз таки воевал с макшанским мультазором Куришем. Что же собой представляет эльзианское движение сегодня? Оно так и называется – эльзианское национальное движение или по-эльзиански – эльзианиранский нейгема. Руководителем эльзианского движения является Инязор. Помимо него в эльзианское национальное движение обходят также Атинезем – это Совет Старейшин, Промкс – это съезд, который собирается раз в 5 лет, и Видепуру – это суд. И вся эта структура в 2020 году была объединена в так называемый Кирдиюр. До объединения их всех в Кирдиюр эти структуры работали каждая сама по себе. Атинезем, в частности, собирался на райский неосксе, то есть на народных молениях. Промкс также собирался время от времени. И также был Инязор взяток продвижения. И на этой прекрасной ноте я завершаю этот урок. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. И встретимся в следующем уроке. Вас Томасуну. Субтитры подогнал «Симон»!